Сознание человека Герой этой истории – пожилой врач. На заслуженной пенсии, совершая дневной променад по лесу, он внезапно наткнулся на совсем молодого волка. Мужчине сразу же бросилось в глаза странное поведение животного. Исхудавший и ослабевший звереныш даже не пытался убежать от человека. Никаких признаков того, что волчица находится поблизости, тоже не было. Оказалось, что передняя лапа несчастного малыша угодила в старый и ржавый капкан, оставшийся с тех пор, как в лесу еще охотились. Пенсионер решил забрать волчонка домой. Животное было так обессилено, что даже не сопротивлялось. Было непонятно, сколько времени он находился в капкане. Мужчине удалось снять металлическую ловушку и даже наложить подобие шины на сломанную лапу. Для окончательного выздоровления и возвращения обратно в лес зверю требовалось много времени. На протяжении месяца волчонок, прозванный Серым, находился у врача на участке. Дикие повадки у малыша были явно выражены, но к своему спасителю он мало-помалу начинал привыкать. И даже спокойно относился к частым визитам его маленького внука, живущего неподалеку. Однажды животное исчезло. Звериные инстинкты взяли верх и волк убежал в лес. Его спаситель знал, что рано или поздно это все же произойдет, поэтому быстро свыкся с отсутствием своего дикого друга. Мужчина думал, что уже больше никогда не увидит его. Но однажды случилось страшное. Внук, гостивший у дедушки, отправился на короткую прогулку на опушке леса и куда-то запропастился. Начинало темнеть. Мальчик не возвращался, поэтому мужчина сразу же решил отправиться на поиски. Он обошел все знакомые тропинки, но не обнаружил ни одного следа ребенка. Уже практически отчаявшись, он вдруг услышал, как к нему кто-то быстро приближается. Спустя мгновение уже стало понятно, что это не ребенок. Звук напоминал топот животного, а не человека. И действительно, на дорогу перед безоружным мужчиной выскочил волк. Вот только вместо того, чтобы атаковать или убегать, волк, казалось, ждал чего-то от врача. Не дождавшись нужной реакции, он медленно развернулся и побрел в лес, хромая на переднюю лапу. Тогда-то пенсионер и узнал в звере того самого волчонка. Поколебавшись несколько мгновений, он последовал за волком, который все так же медленно шел в определенном направлении, периодически оглядываясь на человека позади. Они шли недолго. Внезапно раздался громкий хруст и из зарослей к дедушке выбежал внук. Очень испуганный и одновременно радостный от того, что его нашли. Волк успел исчезнуть до того момента, как старик с мальчиком наконец захотели отблагодарить своего спасителя. Эта история доказывает, что хоть дикое животное и не может быть одомашнено, и вести себя как обыкновенная собака, оно способно запомнить сделанное добро и отплатить тем же своему спасителю. Если вам понравилась эта удивительная история, обязательно пишите свои комментарии и делитесь ей со своими друзьями. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok